Всем хай! С вами Юджин и, друзья, у меня к вам вопрос. Случалось ли у вас такое, что однажды вы просыпаетесь и целый день не можете проснуться? У вас такая сонная рожа и вот что бы они делали, сонная, сонная и ничто невозможно сделать, чтобы это ушло. Вот у меня сейчас так. Целый день не могу проснуться нормально и возможно это скорее всего от того, что мой комфортабельный плод так безмятежно плывет на просторах океана и его покачивают дружебные волны, не знаю, наверное из-за этого. Постараемся сегодня проснуться, у нас сегодня с вами важная миссия это найти сигнал, какой-то там поймать. Поэтому мы будем строиться вверх, чтобы поставить там свои антенны и услышать таинственный сигнал. Кстати, я заметил, что у чувака плод изменился, когда он успел его перестроить. Создатель плода, соуп. Мыло. Вот, уже с копьем такой стою сразу, на кого напасть? Это хищное существо, конечно. Уже и железные слитки готовы. Уже столько рыбы готовы. Нифига себе, я могу вообще не переживать оказывается. Ибо все у меня на мази. Блин, дела настолько хорошо идут. Давайте чайку сожрем. Клади себе карачок. Опа, мы какой-то остров проплываем мимо. Мы мимо проплываем его, кстати говоря. А нам нужно к нему. Оп, выглядит годным. Так, наша цель это сделать второй этаж. Ну и, конечно же, рассказать друг другу пару забавных рыбных анекдотов. Вы кучу понаприсылали. Я буду сейчас отбирать. Ну, по ходу игры. Первый анекдот от Тимофея Липатова. Анекдот. Слушайте. Слушайте. Одна стенка говорит другой. Встретимся в углу. Ну, тут написано на углу. Но мне кажется, в углу как-то правильнее. Или, может быть, одна стенка папа говорит стенке сыну. Встань в угол. Ну. Как вариант. Что-то я не понимаю. Мы плывем к острову или нет? Или как-то нас все-таки относят? А, нас уносят в другую сторону. Ну и хрен бы с ним тогда. Давайте вот лучше руду наплавим. Вот оно что. Я понял, в чем проблема. У нас нету металла. Такого хлама, точнее. Ну, тогда нам стопудово нужен остров какой-то. Ладно. С этим мы не смогли ничего сделать. Давайте лучше расправим наш парус. И в какую нас сторону несет? Вот в ту сторону. Оп. На всех парах. Скорость 10 узлов. Как измеряется скорость? Давайте посмотрим. Погодите. Образование чуть позже. Сначала надо убить акулу. Раз. Два. Ей хватает двух ударов. И она отваливает. Все, это окей. Срочно бить. Ай, пересох. Так, налить, поставить, греть. Налить, налить, согреть. Опа. Готова курочка. Ну-ка, посмотрим, насколько она питает нас. На половину практически. Ну ладно, четверть. Я бы сказал, четверть. Белиссимо. Оп. Бочка. Стой. Ну-ка, не сюда. Все, она у меня. Ах, вспоминаю, было и времена, когда я нападал на акулу. В той самой игре, которую мы не можем назвать. Она слишком величественная была. Что-то ни одного острова не видно. Вон там только вдалеке один. А нам он нафиг и не сдался. Нам-то что нужно? У нас четкая цель. Четкая цель это построить второй этаж. Для этого нам нужны гвозди. Ооо. А что? Где? Прямо... О, отожрала. Я не могу это так оставить. Я должен тебя увидеть и прыгнуть. Что? Что? Где? Где? Ооо. Встань. Не попал. Поклевало, да? Нет, ладно. Жив. Жив мой ананасик. Да, мы гвозди хотели. Для этого уже куча хлама. Еще четыре гвоздя замутили. О, смотрите. Можем сделать. Раз. Два. Не говорите мне, что теперь нельзя поставить... Да боже ж мой. Деревянный наст... А, погодите. Настил нужно. Все это время я мог его сделать? Или только... Или только сейчас? Ладно, ничего страшного. Вот. Все, вот она. Раз. Два. Три. Потом забираем вот эту батарейку. И убираем всю установку. Оп. Ребят. Оп. Бум-бум-бум. Ребят. Кажется, это прогресс. Кажется, прогресс вот прямо сейчас начнется. Вот сюда. Вот. Ну, как-то так. Мы четко в остров. Ладно, давай якорь. Сбрасывайся. Прежде чем мы пойдем изучать остров, мы сделаем то, что мы хотели. Я в предвкушении. Как это будет выглядеть? Вот она стоит. Не в ту сторону немножко стоит. Чайка. Чайка. Напнуть. Кинуть бы в тебя это копье. Я не так хотел. Меняем. А, нет. Вот так буду стоять, как диджей. Тебя на концерт не звали. Пошла отсюда. Атака сзади. Не смог. Во. Ну, теперь смог. Давай. Смотрите, что она делает. Прямо с под низа атаковать решил, а? Мой под низ. Не смей трогать. Она ускоряется. Она прям понимает, что я на нее нападаю. У нас разборка. То есть обычно мы избегаем конфликта друг с другом. Но такого, знаете, прямого столкновения. Но не сейчас. Прямо убивать друг друга пытаемся. Ну что? Включаем. О. Слишком близко к приемнику. Что? Слишком близко к другой антенне. Чего? Ну это вообще бред какой-то. Все ему не так. Это самый привередливый приемник в моей жизни. Ладненько. Давайте попробуем подальше поставить. Вот одна. Сначала уберем. Давайте по одной будем располагать. Блин. Еще так долго убираются. Так. Антенна 3. Слишком близко к другой антенне. Какой? Нету никакой антенны. Вот. Ни одной антенны. Вот первая. Ставлю тут. Антенна номер 1. Отлично. Хорошо. Если я поставлю здесь, это будет слишком близко. И теперь она продолжает быть слишком близкой. Хорошо. Мы поняли. Это стоит прекрасно. Выключаем. А это даст нам что-нибудь? Возможно поймать что-нибудь? А если поставим вот сюда? Блин, какой провод мерзкий. Ну-ка. Неподходящая высота. Все понятно. Кто там клюет? Притихло. Один раз прыгнули. Она такая оп. Ты что сдохла? Она сдохла. Я думаю она просто зависла. Она сдохла. На всякий случай в глаз ее потыкаем. Чтобы наверняка умерла. Контрольный так сказать. Все. Подбираем. Перья с нее срываясь. С ее сраки дурацкие. Я конечно что-то разочарован немножечко. Я думал мы все порешали. И нам нужно будет просто одну подходящую высоту сделать. Но оказалось нет. И нам надо еще гвоздей кучу надыбать каким-то образом. Я знаю что надо сделать. It's time to fight. Фальт. Вот. Пнул. Пнул. Давай. Надо убить ее. Апа. Хорошо. Давай еще. Еще. Кстати. Вот же металлолом. Прямо рядом. Давай. 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 Ну. Неумираемая. Ладно. Давайте шустренько вот так сделаем. Раз. Забрали. У. Ладно. Ладно. Потрепали и нормально. Теперь вылазь. В лицо. Есть. Сколько? Три. Как раз таки на гвозди хватит. А это в свою очередь даст нам возможность сделать еще немножечко вот таких столбов. Например. Вот здесь. Раз. Все. Мы закончили. Вон еще хлам. По максимуму. Сколько сделал гвоздей-то в итоге? Десять штук. Дайте угадать. Сейчас он мне скажет, что мы слишком близко к приемнику, да? Прошу тебя. Батарейка пуста. Ой. Я забыл выключить. Черт. Я расходовал всю батарейку. Ладно. Возможно, ее можно будет подзарядить потом. Как сделать батарейку новую? Хлама надо. И медный слиток. О, блин. Как стремно было. Мне надо набрать резок. Сберегущие руки берегут. Сберегущие руки берегут. Сберегущие руки берегут. Сберегущие руки берегут. Много не бывает. Сберегущие руки берегут. Ну, прошу тебя, умри ты уже. Наконец-то. Мы хотели сделать новую батареечку. У нас для этого есть абсолютно все. Вот она готова. Ну, антенна вторая отлично стоит. Следующую, значит, поставим где-нибудь, где-нибудь вот здесь. Просто гвоздей жарим их побольше. От. А, хорошо. Так, стремяночку, чтобы дешево и сердито было. И настил. Прошу тебя. Вот сейчас мы поставим здесь. Итак, три антенны подключены. Я надеюсь, что это все. Смотрите, нам нужно плыть вот в эту сторону. О, боже мой. Якорь поднялся быстро. Вот это вообще, наверное, ни к чему, да? Я так понимаю. А, нет. К чему-то это. Мы приближаемся. Давайте просто эту штуку соберем. Нафиг нам стоит на этой платформе. Ну, хотя на ней прикольно стоит. Но на ней... С ней неудобно будет парус крутить. И как мы делаем? В итоге давай, Евгений, решай быстрее. Я придумал. У нас парус будет стоять здесь. Поставился. Ни хрена не видно. А, все как-то не так. Вот, вот сюда. О, плот. А, смотрите, кто пришел. Приплыл. Или всплыл, я бы сказал. Давайте посмотрим, что это за лузер, который не смог выжить на своем плоту. Ха, не то, что я. Хоп. Ой, блин. Подскользнулся. Слегонца. Во, шарниры болты. Вообще немножко осталось. Ну, давай. Значит, нам надо, чтобы ты плыл вот сюда. Вообще непонятно, как-то влияет. Я уже, не знаю. И туда-сюда кручу вот это все. Сейчас будет что-то новое, что я еще в игре не видел. Все уже видели. Весь мир уже поиграл. Уже сотни видосов выпустили. Вы уже все посмотрели. Один я не видел. Ты что? Ты что? Блин. Кстати, опасность. Если акула сожрет этот кусок, все. Хана моей антенне. Надо обезопасить. Давайте показарю себе, ребята, что у нас здесь есть. Как это все это распределить. Надо ли оно мне вообще. Жизненно ли это необходимо? Вот в чем вопрос главный. Походу, нет. Значит, да пошло все. Осталось почти тысячи метров. О, это не тот случайно остров. Плывем мы прямо к нему. Атака с воздуха. Ой, плод пропустили. Ладно, я не думаю, чтобы он мне дал там что-то важное. Скорее всего, там просто был бы хлам ненужный. Погодите секундочку. Рыбный анекдот очень важный. Монголия Тайга пишет. Кто лечит глаза в океане? Окулист. Это хорошенький, да. Мне понравился. О, мы уже приплыли. Стоит ли нам в этом острове что-то заморачиваться или не стоит? Или просто поплыли дальше? Как там у нас? Нам еще 700 метров. Надо его оплыть как-то. Ну, хотя, с другой стороны, почему бы и не пошарить? Здесь надо хлама побольше собрать. Сперебующие руки перебудут, 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 спереб чем-то новым, новым контентом. Я немножко хочу спать. Я уже задолбался. Потому что я хочу новенького. Прошу тебя, игра. Давайте вот так отплывем. Как-нибудь. Уж как-нибудь. Вот молодец. Да? Да, молодец. Поскребем сейчас. Кстати, ставьте лайки, если вам нравится дизайн моего плота. Посмотрите на него. Это как, дайте, неудачная партия в Тетрис. Они, фигуры, падали. Ты никак не мог подобрать правильную форму, расположение. И как-то тут все свалилось вот так вот. И потом чайка где-то пролетела снизу. Села, блин. Хотя она хотела мне перья снести. Ну ладно, одно хватит. Я просто ненавижу ее всей душой. Вот такая вот партия получилась. Так, смотрим у нас как. Осталось-то всего ничего. 735 метров. Чайки все летают. Если нам построить еще несколько этажей наверх, мы сможем просто вот так вот стоять и пырять их. Вот оно. Офигеть. Я даже не ожидал. Если честно, такую штуку. Это какой-то, это прям комьюнити какой-то. И нам, блин, черт подери, нельзя. Нельзя проплывать мимо. Ааа, блин. Было бы круто, если бы там были люди. И получилось, знаете, такая штука уже как РПГ. Где нам нужно общаться, торговать с ними. Кто-то там нас кушает, кажется. Зачем ты так делаешь? Ладно, фиг с тобой. Вот это просто охренеть. Просто охренеть. Евгений продолжает охреневать. А, продолжает. Нон-стоп. Вот он. Они, видите, при... Блин. Они пришвыртовались к какому-то маленькому островку, который еле-еле торчит. И мы прямо сюда идем. Ааа. Вот это... Вот это контент. Мне нравится. Все, уперлись? Ну что ж, как нам туда забраться-то хоть? Вот, через открытую дверь. Ааа. Блин, нет. Так не получается. А почему? А, вот же дверь открывается. Есть! Мы внутри. Это так волнует меня. Что это? Пластик. А, ну ничего нового. И здесь ничего нового. Погодите, портфель. Добавлена новая заметка. Потом ящик с хламом. Очевидно, эта игра вдохновлялась трендодипом. На самом деле, трендодип это просто какой-то новый жанр для меня был. Таких игр, как она, не было до этого. По крайней мере, я не помню. Так, здесь какая-то шлюпка. Как нам высадиться вот сюда? Нужна какая-то лестница, но... Я не вижу. О, погодите. Можно еще нырнуть поглубже. Офигеть, металл. А, и вот просто поднимаешь и все. Ой-ой-ой. Так, на выход. Спасибо, табличка. Очень помогаешь. Ладно, отомстил разок. Стамина на нуле. Перепрыгнуть. Не хватило сил. Быстрее. Не плачь, мужик. Все в порядке. Он плачет на самом деле. Просто пытается скрыть это кашлем. Он стойкий мужик такой, знаете. Не позволит себе хныкать, пока смотрят. Какие-то всякие рецепты, мне кажется, мы сможем их юзать, когда у нас будет какая-то, не знаю, коптильная, какой-то чан, барбекюшница, грильница, не знаю, все что угодно. Так, как же мне забраться наверх? Нет никакой лестницы, разве что я могу попробовать поднять якорь и чуть-чуть подкорректировать себя. Типа вот так. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Прыжок. Есть. Круто, хлам. Погодите, Робби, лодки больше нет. Нет, Брюс гонится за мной или преследует меня. Остану здесь, пока не найду способ убраться отсюда. Майк. Нифига себе, тут даже прям сюжеты какие-то. Какой-то Брюс преследует его. Так, поймал акулу, назвал его Брюсом. Я поймал тебя, Брюс. Так, это Брюс? Мы все это время сражались с Брюсом и не знали этого. Ну что ж, все, его зовут Брюс. Так, все, конечно, здорово. Хлам, пластик, B2. Но я бы хотел получить какое-то новое. Новое какое-то приспособление. Все что угодно. Как бы нам еще наверх попасть. Что это там, мельница? Пластик, пластик. Нифига. Постойте-ка. Вот откуда посылался сигнал. Записка. 12 декабря. Радио Башня. Кстати, мы в прошлый раз ее не читали. Уже два месяца мы работаем над этими реакторами. Два месяца мы трудимся ради спасения мира. И нам даже некому рассказать свою историю. Наши имена не важны. Нам всем дали прозвище после того, как прораб проболтался об испытательном проекте на Северном полюсе. Как будто это что-то меняет. Как будто кто-то из нас может хоть что-то сейчас изменить. Синица стала очень подозрительной после первой презентации. Особенно касаемо приукрашенных деталей. Очевидно, что прототип очень далек от стабильности. Нигде не упоминается, что случилось с китайской командой, которая была до нас. Рен, по идее, был с ними, но молчит. Филин промямлил что-то о поломке в системе охлаждения, но прозвучало фальшиво, а я не стал на него давить. По крайней мере, мы работаем в сухом месте, а их сейчас мало осталось. Это прям как водный мир какой-то. Январь. Знать бы где мы. Наш единственный ориентир – радиовышка вдалеке. 12, 16 и 8 отказались сегодня, после трех дней испытаний. Ядро 16-го горело так сильно и быстро, что прожгло колодец. Топливные стержны уплыли, в океаны будут греть еще сотню лет. Синица замеряет уровни радиации после каждого испытания. Они говорят, что будут использовать реакторы в убежищах. Мы все исправим, заверяет она. И что самое смешное, мы согласились. Мы четверо усталых книжных червей должны спасти мир. Но то, что от него останется. Февраль. Оказывается, Рен на нас настучал, и начальство взбесилось. Они узнали, что мы специально задерживали работу на 12 и 24. Да, они выбрасывали столько радиации, что светились зеленым, вашу мать. Но их забрали. Мы с Филином, конечно, пытались бороться, но с этими вышибалами нам не тягаться. А еще забрали синицу и восьмой реактор. Рен знал, что она одна знает. Как заставить их работать? Нас бросили на испытательной платформе и подорвали фундамент. Вода медленно прибывает. Филин считает, что мы должны плыть следом за ними. Хотел бы я с ним не согласиться. Погодите, тут еще есть страница... А, это мы как раз таки видели, да. Как интересно. На втором этаже у нас появилась возможность сюда добраться. Сюда. Ящик. Так, ничего нового. Крюк для мусора. Обновленный. У меня такой уже есть. У меня их уже получается раз. Три в руках. И вот сюда можно пойти. Забрал лодку. Не вернусь. Это плохой признак для того, кто прочитает потом какие-то росписи. Вот еще записка. Сигнал. Восьмое января. Получен сигнал бедствия. Отследить. Девятое. Установлен контакт. Язык неизвестен. Малайский? Вызовите Торигана. Второе февраля. Рация сдохла. Это выстрелы вдали? Тангао-роа. Четвертое. Говорят по-малайски. Слишком быстро. Не разобрать. Ката-джан-кар. Ката-джан-кар. Шестое марта. Ториган нашел сухое место. Мы уходим. Вода поднимается. У нас не хватает мест. Прости. Восьмое марта. Майк, если ты это читаешь, держи курс на Бальбоа. Он еще над водой. Припасы кладовой. И еще ящик. Рецепты здесь одни. Нет, мы должны что-то найти. Что-то новенькое. Наша должна игра продвинуть дальше. И мы, считай, на самом верху. Практически. Нужно вот здесь пройти. И допрыгнуть. Оп! У меня, кстати, уже очень мало воды и еды. Надо действовать очень быстро. Это еще не смогу прыгать. Так. Это какая-то столовка. Здесь вообще ничего нету. А, надо было взять с собой стаканчик. Ладно, дотерплю. Дотерплю ли? Так, это мельница. Ну, ничего с ней нету. О, не допрыгну, да, ведь? Давай! А, сволочь. Ладно, давайте строго на плод. Бульк. Попить. Теперь я еще и жрать хочу. А есть что? Что у нас вообще из еды-то осталось? Оу, да нифига. Стекло! Вот, что новенькое мы нашли. Изучить. И мы научились улучшенный опреснитель делать. Может очищать несколько чашек воды за раз. Не нуждается в топливе. Нифига себе. Так, нужно будет два стекла. Хорошо, как делается стекло? Смотрите, какой-то сеткомет, металлическая стрела. И мы уже давно, кстати, можем делать лук. А я и не знал. Так что прикольно. И у нас теперь есть лук. Погодь. Может быть, если мы песок расплавим здесь? Точно. Да. А что я раньше не додумался до этого? Ну все. У нас сейчас будет два стекла. Теперь все отлично. У нас полно еды, полно воды и побежали. Вот. Перепрыгнули. Ну что ж, радиовышка. Тут сейчас должно быть что-то очень новенькое, да? Смотрите. Что это? Свет включился. Свет выключился. Чайка. Мы прямо на уровне чайки. Как здорово. Лети ко мне. Так тебе, бетч. Так. Смотрите, город. Это город. Пипуль? Это люди? Значит, записку читаем. Люди. 9355. Нам нужна частота 9355. И там будут люди, возможно. Ящик. Стекло. И всякое. Это то, что нужно. Чертеж на лобный фонарь. И еще одна записка. Есть, игра продвинула нас. Хорошо, еще одна записка. Что это? А-а-а. Какая сова прикольная. Если вы понимаете, что здесь написано, это еще не конец. Мы пытались выжить из двигателя максимум, но думаю, он сгорел. Мы едва доплыли до радиовышки. Филин сказал, что лодке конец, но я могу ее починить. Они далеко уплыли, но мне кажется, они направляются на Селену. Я хочу оставить это в таком месте, чтобы потом нашли. Все это случилось не из-за нас, но с нашей помощью. И я клянусь богом, мы попробуем все исправить. Если мы туда доберемся, то отключим 12 и 24. Вытащим синицу. И может быть, я приглашу ее на свидание. А она на этот раз не посмотрит на меня, как на психа. Филин нашел мой блокнот, но я его забрал. Надо лучше прятать. Этот маркер очень плохо стирается. Ничего, мы ее спасем. Мы должны. Сокол. Прекрасно. Все. Теперь самое важное это... Так, мы можем вообще забраться наверх? Тут есть что-нибудь? Тут ничего нету, наверное. В таком случае мы просто идем, забираем важную вещь. Это наша стрела и чайка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Иди сюда. Иди сюда. Ха-ха, есть. А, это, блин, угарно. Я жесток. Я хочу кушать. Мне нужно много еды. Так, и вот сюда прыгаем. Хоп. Все. Можно плыть. У нас есть новая чистота. Кстати, стекло готово. Хоп, хоп. Где? Где? Харю. Есть. Акули и мясо подобрали. Брюс. Твоя голова будет плавать и тухнуть. Так, а чертеж мы можем сюда? Так, чертеж уже изучен. И как мне быть? Получается, у нас где-то есть налобный фонарь. Да? А, он будет расходоваться. Окей. И тут еще один анекдот. Последний, если сегодня вообще топчик. Рыбный анекдот от Айрина. В чем минус тапочек в виде акул? Они шаркают. О, это так тупо и смешно. О, это хорошее. Это прям расколол меня отлично. Да, да, да. Зашибись. Присылайте больше таких анекдотов, и я поугараю немножко. Что ж, 9355. Давайте посмотрим, что это. Частота. Меняем. 9. Все, я понял, как это работает. 3. 5. 5. О, плейте до хрена. Но мы это сделаем. В следующей серии. Огромное всем спасибо, что смотрели. Я надеюсь, что вам понравилось. Это прям прикольно. Игра стала прям сюжетной какой-то даже. До этого это было какое-то бессмысленное скитание с острова на остров. Но теперь у нас есть какая-то цель. И мы достигнем этой цели. Надеюсь, что вы будете со мной до самого конца. С вами был Юджин. Не забывайте лайкать, комментировать, подписываться на канал, вступать во все мои соцсети. Ссылка на них будет в описании. Также там будут ссылки на кучу других прохождений в моем исполнении. Ламповые, веселые, забавные прохождения. Зацените. Прямо сейчас. Все равно вам делать нечего, да? Ну а с вами был Юджин. И всем 5! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok